Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Хиван. Я вас приветствую на канале Иванова Наука. Как и обещал, я сегодня познакомлю вас с лучшими наполнителями лунок для посадки рассады перца, баклажана, томата и огурца. Тоже можно это все использовать. И они не потребуют от вас никаких затрат, никаких дополнительных походов в магазин. Я оставляю за бортом такой наполнитель, как яичная скорлупа, потому что он, к сожалению, не содержит ни азота, ни фосфора, ни калия. Однако он содержит значительное количество кальция, который помогает нам избегать такого опасного заболевания, как вершинная гниль. Не забывайте, что вершинной гнилью болеют также и огурцы при слишком кислом грунте торфеном, и кабачки, и тыквы, и многие другие растения. Поэтому кальций нужен всем. Поэтому, хоть я и заставляю за бортом яичную скорлупу, но все-таки собирайте ее, делайте из нее уксусный раствор, раствор ацетата кальция, или же вымалывайте на кофемолке, для того, чтобы получить порошок. Под каждое растение томата, перца или баклажана в лунку понадобится положить, по крайней мере, чайную ложку этого самого порошка. Представляете, сколько этих скорлупок на самом деле надо накопить. Но сейчас я приступаю к народным способам наполнить лунку для обеспечения питания нашим растениям. Сперва я скажу о таком наполнителе, как шкурки, всевозможные шкурки, банана, апельсина, других цитрусовых, граната, яблоко обязательно, и других фруктов. Почему фруктов? Потому что, в первую очередь, фрукты не имеют, не обладают общими возбудителями болезней с овощными растениями, которые мы выращиваем в защищенном, преимущественно защищенном грунте. И потому что, если говорить еще о картофеле, там еще о чем-то, то здесь, конечно, можно заселить свои теплицы и опасными возбудителями общих болезней, в том числе фитофторозом и так далее. Поэтому все-таки я предпочитаю в качестве шкурок, очисток, использовать шкурки фруктов. За исключением шкурок моркови и свеклы. Вот с этими растениями общих болезней у них нет. Даже если болезни называются одинаково, возбудители там все равно разные. Вы можете их сушить, вы можете их закладывать в сыром виде, это очень хорошо. Вы, кстати, можете все эти рецепты, о которых я скажу, закладывать как непосредственно перед посадкой, так и в процессе роста растений. Вы можете выкапывать ямку и закладывать туда, и засыпать землей. Ну, то есть, когда растения уже будут посажены, в процессе роста у вас будут накапливаться эти продукты для наполнения лунок. Итак, сколько нужно этих самых шкурок? Ну, примерно 1 литровая банка сырых шкурок, не очень плотно уложенных на каждое растение томата, перца, баклажана, огурца. В этом случае они действительно будут содержать какое-то значительное количество питательных веществ для того, чтобы обеспечить ваше растение питанием хотя бы до начала периода активного плода образования. Ну, конечно, они содержат значительное количество калия, особенно банановые шкурки, да и все шкурки, потому что все мы знаем, что калий скапливается в кожуре, в кожуре все витамины. Они содержат и другие вещества, поэтому вполне могут скомпенсировать потребности растений в питании. На следующее место я помещаю хлебные отходы. Хлебные отходы являются хорошим источником азота, особенно хороши хлебные отходы, когда они способны заплесневеть. Это будет означать, что в них достаточно мало соли положено, и хлеб этот хороший, качественный, незаконсервированный какими-либо из консервантов. Пеницилы, которые развиваются как на шкурках, так и на хлебных отходах, являются очень важными компонентами почвенного плодородия. Не бойтесь этой плесени ни в коем случае. Обязательно используйте такие вот отходы в вашей кухне для закладки в лунку. На каждое растение, перца, томата, баклажана, огурца понадобится по крайней мере литровая банка хлебных отходов, точно так же, как и со шкурками, для того, чтобы быть уверенным, что это имеет какой-то подкормочный эффект. При этом даже небольшая закладка хлебных отходов, ну там вот горсть, да, небольшая, там несколько сухариков в лунку, но с другими компонентами, которые будут источниками именно питания, будет способствовать развитию полезной микрофлоры, в том числе триходермы, которую можно заселять в эти самые лунки, так же при закладке туда вот этих удобрительных каких-то компонентов. На следующее место я хочу поместить всевозможные крупяные отходы. Так бывает, что в крупе заведется моль, там в горохе, в перловке, там в чем-то еще. Все крупы, особенно бобовые крупы, фасоль, если жучки поточили, проморозьте ее, пусть жучки сдохнут, но не выбрасывайте, никогда эти отходы не выбрасывайте. Это гораздо более концентрированные, чем хлебные отходы, удобрения, органические удобрения для ваших растений. И всего лишь по одной горсти, гороха колотого, там не колотого, любого, лишь бы не всходил, крупы любой для закладки в лунку годится. И ближе к концу видео я обязательно вам скажу важное условие, которое надо обязательно соблюдать при наполнении лунок, чем бы то ни было. На следующем месте я хочу поместить такие важные компоненты для заполнения лунок, как грибы-трутовики. Это очень необычное, непривычное еще нам заполнение лунок грибами-трутовиками. Но надо помнить, что вообще любые грибы содержат значительное количество азота и в виде хитина, и в виде различных белков, и калия, и фосфора, и различных микроэлементов. Трутовики являются паразитами леса, зачастую лесники борются с ними. Поэтому то, что вы пойдете в лес и по одному трутовику на каждую лунку среднего размера трутовику соберете, ничего страшного. Если вы пойдете в лес и запланируете такой поход за трутовиками для ваших растений, то обязательно найдите трухлявый пень, трухлявое полено какое-то, ствол дерева трухлявый, и наберите горсть примерно этой трухлявой древесины, также вместе с трутовиком заложите в лунку. Трутовики также могут являться очень ценным источником триходермы для вас. Поэтому не игнорируйте этот способ. Многие боятся, говорят, трутовики распространятся по всему участку. Во-первых, они закопаны в землю, уже споры никакие не разлетятся, они по воздуху распространяются. Во-вторых, вы можете эти трутовики все сложить в полиэтиленовый пакет, плотно закрыть и дождаться, когда они покроются сверху плесенью. В этом случае вы можете быть абсолютно уверены, что это не просто источник азота фосфорокалия для ваших растений, но также и источник тех грибов, которые поедают хитин. Что ест хитин? Трутовиков тоже съест хитин и фузариума, и вертицилума, и белый гнили, и серый гнили, и многих других фитопатогенов. Поэтому это замечательное наполнение для ваших лунок. На следующее место, вверх, я ставлю такие отходы, как рыбные отходы. Например, рыбьи головы. Кто покупает рыбу с головой непотрошенную, вы можете замораживать рыбную голову, потроха вот эти все, которые вы чищаете для накопления, потому что это очень ценный источник и азота, и фосфора из костей, и калия, и кальция, и многих-многих микроэлементов. По одной голове от скумбрии среднего размера или сельди примерно в таком объеме необходимо заложить в лунку. Но помните, что при гниении рыба эта будет выделять значительное количество токсических веществ. Поэтому, чем бы вы не заполняли лунку, что бы вы когда туда не клали, расстояние между корневой системой и тем, что вы положили в лунку, должно быть не меньше 3 см почвы. А в случае рыбной головы обязательно сделайте как минимум 5 см грунта между этой самой головой рыбной и корневой системой ваших растений. Никогда не закладывайте туда цельное яйцо. Дело в том, что яйца при гниении выделяют колоссальное количество сероводорода. Сероводород является очень токсичным и для растений, и для микрофлоры. Он стерилизующим эффектом обладает. Он уничтожит микрофлору, особенно полезную микрофлору, дав ворота для развития всевозможных фитопатогенов. Не нужно пользоваться этим способом. Ну и на самое-самое-самое первое место я, конечно, поставлю хорошо приготовленный перегной. Вот такой навоз с растительными остатками или помет с растительными остатками, который полежал в бурте, который как следует минерализовался. И вот это будет самым лучшим наполнением для ваших лунок. Примерно вам понадобится пол ведра на каждое растение такого компоста. Несмотря на то, что иногда на таких вот компостных кучах уже растет там лебеда какая-то, какие-то растения, все равно сделайте вот эту прослойку между корневой системой и компостом, для того, чтобы растение, будучи в стрессовых условиях пересаженное, не получило еще стресс. И снизу, да, в более холодных условиях недоразложившийся компост будет еще немножечко и подогревать ваши растения снизу. Особенно этот эффект благоприятен в случае огурца. Что ж, вы можете комбинировать все эти способы наполнения лунок как хотите, делать смеси различные в различных пропорциях и, по крайней мере, не беспокоиться о каких-либо подкормках до начала активного завязывания плодов, но только в случае, если растение вам не сигнализирует о необходимости таких подкормок. О симптомах нехватки элементов питания вы можете посмотреть в наших предыдущих видео на канале Иванова Наука. На этом я прощаюсь с вами. До встречи!